В приюте для бездомных животных Светлана Коновалова и питомцы на грани голода. Многие могут просто не пережить холода. Приют внезапно потерял стабильную спонсорскую поддержку. И как теперь быть, его организаторы не знают. Виктор Лушников продолжит. Приют у Светланы Коноваловой уже более 30 лет. Последние 8 он расположен на участке в 5 гектаров недалеко от бывшего поселка Сахарный. В вольерах 400 с лишним собак. Всевозможных пород и беспородных. Разного возраста, роста, экстерьера. Их всех объединяет одно – отсутствие хозяина. По словам наблюдателей, последние дни животные неспокойны. Воют, скулят, а завидят человека, начинают громко лаять. Причина – недостаток корма. Зимой собакам особенно нужна теплая и сытная еда. Ежедневный рацион собакам уже пришлось сократить. Варит животным Сергей Бойков. Он постоянно дежурит возле печки, греет воду, варит похлебку, подбрасывает угля, работы хватает. От 36 до 40 баков в день. Варятся баки примерно около получаса. Каждый бак. Работать начинаем с 5 утра. И пока не потемнеет. Что готовите? Готовим геркулес, дробленку, отруби. Зависит от того, что есть. С того и готовим. Когда у приюта было больше благотворителей, жидкую кашу готовили на мясном бульоне. Сейчас в рационе остались одни крупы и немного растительного масла. Каждый пес съедает по несколько литров похлебки в сутки. Но это пока. Пока еще есть хоть какие-то средства. Главное, это геркулес надо закупать. Потому что вот все, что на добавку идет, отруби, мучка, она у нас есть. Сутки три куля геркулеса идет. Три куля. Немало. Немало. 1800 считаю. Только геркулес один. В приюте Светланы Коноваловой будут рады любой помощи. Можно перечислить деньги на банковскую карту, а можно помочь крупами. Как добраться до места, хозяйка бездомных животных разъяснит по телефону. Продолжение следует...